Инвестиционный климат – основа российской экономики. В эту среду необходимо вовлекать как можно больше участников. Новые бизнес-проекты – залог благосостояния жителей. На них необходимо сделать ставку. Об этом шла речь на совещании под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. Оно прошло в Татарстане. В Казанскую ратушу съехались представители федеральных министерств, депутаты Госдумы, руководители регионов. Приехал туда и глава Чувашии Михаил Игнатьев. О проблемах инвестиционной сферы и достижениях приволжских субъектов – репортаж моих коллег. Сделать все для создания благоприятной инвестиционной среды. Регионы ПФО должны стать привлекательнее для бизнеса. Поддержка предпринимателей для властей на местах – это задача номер один. Все приволжские субъекты разрабатывают свои подходы. Открываются многофункциональные центры, бизнес-инкубаторы. Создаются инвестиционные советы, субсидируются затраты на развитие дела. Отдача такой работы есть и лучше всего. Об этом говорят цифры. В округе Валовый региональный продукт составил 7,5 трлн рублей. По прогнозам к 2015 году он превысит отметку в 10 трлн. Один из основных показателей, характеризующих инвестиционный климат, является объемом привлеченных иностранных инвестиций. В 2015 году прогнозируется на уровне 13 миллиардов долларов США. Малому и среднему бизнесу в округе дают зеленый свет. В этом году только в регионах ПФО на их поддержку направлено более 6 миллиардов рублей. Но работать есть еще над чем. С пути инвесторов должны исчезнуть барьеры, административный прессинг, ограниченный кадровый потенциал, несовершенное налоговое законодательство, отсутствие производственных площадей. Проблемы есть и решать их нужно комплексно. В регионах необходимо открывать инвестиционные фонды. Именно они будут отвечать за создание площадок, оборудованных коммуникациями. Для решения настоящих перед нами задач необходимо совершенствование в федеральном законодательстве в инвестиционной сфере. К примеру, принятие закона о государственно-счастном партнерстве на федеральном уровне позволит сформировать общие правила реализации проектов и привлечь иностранных инвесторов, которые сдерживают риски, связанные с обязательствами партнеров в лице государства. В Чувашии сейчас реализуются более 300 проектов. От них поступило около 40 миллиардов рублей. Рост инвестиций в основной капитал намечен во всех регионах. Тенденция будет продолжена. Главное, чтобы с оформирования благоприятного инвестиционного климата отвечали и сами главы субъектов. Формирование инвестиционного климата, по сути дела, это формирование доверия бизнеса, инвестора, к органам региональной власти, прежде всего, которые могут способствовать в развитии и реализации любого инвестиционного проекта. И когда опыта Татарстана показывает, опыт Ульяновской области, Самарской области, Пермского края, Пензенской области, Чувашии, когда глава региона лично этим вопросом занимается, когда мотивированы его должностные лица, его чиновники, которые отвечают за эту сферу деятельности, все получается и совершенно другие результаты в развитии и улучшении инвестиционного климата. Потенциал для привлечения инвестиций у регионов ПФО неплохой. Направлений множество, но прежде всего это туристическая сфера. Необычные по своей красоте места в Поволжье есть, и они могут заявить о себе на весь мир. У нас каждый регион имеет свой туристический потенциал, свои такие изюминки, если хотите, которые являются, так сказать, фактором роста не только для региона, а вообще-то сами могли бы привлекать и туристов с других регионов, с других стран. Необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу. Пакет предложений был сформирован по итогам совета. Опыт регионов при Волжье по формированию благоприятного инвестиционного климата можно тиражировать везде. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Дмитрий Ковалев, Республика.